Сегодня один из немногих праздников, который имеет собственное имя – Татьянин день или день студента. Учредили его еще в 1755 году, как день рождения Московского университета. Кстати, новорожденных Татьян в столице с каждым годом становится меньше. За 2020 год в Минске зарегистрировано 30 Татьян. В настоящее время это не настолько популярное имя, оно находится на 55 месте среди популярных женских имен, которые зарегистрированы на территории города Минска. Тройку лидеров по именам составляют София, Мария, Алиса. Есть в Минске Татьяны, которые внесли свой вклад в развитие города, его культуру и образование. Например, эта хрупкая и обаятельная женщина руководит целым предприятием, которое ежегодно украшает Минск праздничным декором. Начнем с того, что родители ждали мальчика, родилась девочка. Но так как родилась девочка, у моих родителей не было альтернативы и другого имени они даже не рассматривали для меня и назвали меня Татьяной. Я тогда не понимала, что это за Татьянин день, хотя бабушка у меня глубоко православный человек. И вот бабушка меня всегда в этот день поздравляла. Потом уже, когда стала интересоваться историей этого дня, историей, скажем так, этого имени, расшифровкой, значением этого имени, ну, с каждым годом взрослее я понимала, что, наверное, оно про меня. Сама Татьяна устроительница, это абсолютно в моем характере, что-то устраивать, что-то с кем-то долго разговаривать, с кого-то там обязательно на что-то мотивировать. Как-то так сложилось в моей семье. Вот меня зовут Татьяна, я замужем за Сергеем. У моего мужа родная сестра Татьяна, и она замужем за Сергеем. У меня родной брат Сергей, но вот ждем, когда у него тоже, возможно, появится Татьяна. К этому имени всегда относилась с теплотой, оно всегда для меня очень многое значит. Я его люблю, оно мне очень нравится, я им горжусь. У нас на предприятии три Татьяны, и все мы в этот день праздничные, все мы в этот день с хорошим настроением, и все мы в этот день с надеждой на лучшее и для себя лично, и для своей семьи, и для своей страны. А вот девиз этой очаровательной Татьяны – век живи, век учись и учи других. За спиной 4 образования, 15 лет работы в школе, сейчас на посту директора. Но и на этом она останавливаться не собирается. Мои родители были уверены, что, ну, 100% мальчик. Все говорили мальчик-мальчик, придумали имя Андрей. И вот, когда отец пришел в роддом, то сказали, что родилась девочка, и он почему-то без колебаний сказал, что будет звать Татьяну. Узнала значение, я, в принципе, поняла, почему я по жизни сражаюсь, стараюсь руководить, быть главной, и, скорее всего, имя сыграло в этом немаловажную роль. Я поступила под университет, закончила факультет белорусской филологии и мировой художественной культуры. Я поступила на второй высшей, я закончила юридический факультет, после чего я поняла, что мне очень нравится учиться, и закончила еще потом два образования. В итоге четыре. И когда меня поздравляли, это первый год, когда мои родственники сказали, «Ну, наконец-то мы поздравляем тебя чисто с Татьяниным днем, больше ты не студент». Я говорю, подождите, еще не вечер. Стараюсь не упускать все-таки свое первое образование. Белорусский язык и литература пока не преподаю, но искусство, мне очень нравится этот предмет, и стараюсь брать деток среднего звена, потому что они приходят из начальной школы, я их лучше узнаю, мы знакомимся. Гог должен оставаться примером, должен быть достойным человеком, должен быть человеком образованным, и внешне и внутренне всегда стараться быть на высоте. Когда проходила 5-е в себя русско-народное собрание, мне очень хотелось быть делегатом. Я вносила свои предложения по развитию образования, работала, как и сейчас, электронный портал, но, наверное, став директором, я уже теперь понимаю, что это почетно, это, вы знаете, немаловажно, потому что я представляю интерес образования, и я думаю, что все вопросы, которые уже решены, которые должны решиться, они будут услышаны. Имя Татьяны не первая по популярности, но далеко не последняя по значимости, и героиня нашего сюжета этому пример.